Всем привет! Всем привет! Сейчас мы просто решили прокатиться по жилым районам Регенсбурга. Вот просто я не буду ничего говорить, смотрите сами. Кому что понравится, кому что не понравится, можете писать в комментариях. Так. Так. Ну как-то молчать тоже не олю. У нас идет весна не полным ходом, но, елки-палки, но ее все равно немножечко перебивает зимнюю погоду. Правда, по ночам у нас сейчас опять минус один, минус два. Но зато, елки-палки, весна по календарю. Скажем так. Это у нас что? Это у нас... Вот это у нас сейчас социальный район. Это у нас социальный район. Вот в этих домах с правой стороны от меня, где вот стоит автобус, этот красный дом, потом бирюзовый, желтый, живут, не скажешь, что бомжи, но в этих домах живут товарищи, которые привыкли всю жизнь сидеть на социале и нигде не работать. Вообще не работать. Вот такие вот дела. А государство за них оплачивает их квартиры и все остальное. Небольшой маленький торговый центр впереди. Магазин нетто. Как его? Бокалейная лавка. Ну вот, смотрите сами. Смотрите сами. Если бы не вот эти вот социальные дома, то этот район можно было бы считать тихим, спокойным, нормальным, красивым, хорошим, но, увы. Увы. Вот так вот. Вот. Вот так вот. Ах, елки. Едем дальше. Там впереди на горке у нас церковь стоит. Ну, естественно, католическая. Какая же еще? Выехали из этого, можно сказать, социального района. Едем дальше. К центру города. Кто-то говорил, вот, и в Европе, и в Германии все дома маленькие. Да ничего подобного. Вон, смотрите, у нас тут достаточно высотных домов. Есть десятиэтажные, есть шестнадцатиэтажные. Есть какие угодно. Правда, престижные, ну, не престижные, а спросом пользуются у немцев дома трех-четырехэтажные. Они строятся быстрее, потому что они ниже. И люди в них живут тоже, так же, как и в высотных домищах. А вот, ну, вот, смотрите, вот. Церквей у нас тут, конечно, достаточно. В каждом районе, чуть ли не на каждой улице, стоит своя церковь. Есть там свой этот пастор или пристар, как они называются. И по вечерам, особенно в семь вечера, колокола звонят на этих церквях. Такое чувство, как будто ты попал именно вот в этот момент в Средневековье, когда церкви врубают свои колокола. И они гремят на всю округу, чтобы все слышали, что вот в церкви служба вечерняя собирается. Вот, кстати, вам еще одна церковь, вот, сзади светофора. Сейчас на дорогах относительно мало машин, потому что каникулы. Как только закончатся каникулы, и, естественно, на дорогах появится тоже намного больше машин. С чем это связано? Люди во время школьных каникул стараются всеми семьями валить куда-то в горы на отдых, куда-нибудь в леса, там, не знаю, куда угодно, в другие страны. Лишь бы только не сидеть неделю или две дома. Поэтому сейчас относительно, да, относительно спокойно в городе, и машин не так уж и много, как это казалось бы в другое время. Сейчас у нас по правой стороне сразу здесь автомастерская. Ну, целое предприятие там блокируется, что угодно делают, после аварии восстанавливают. А чуть впереди молочный завод. Я уже как-то говорил вам, ребята, о том, что у нас в городе не только молочный и хлебокомбинат есть. У нас стоит завод Siemens, Osram, Infineon, завод BMW, Continental. Социаль, было когда-то в Fuji, но Fuji эту перекупил вот этот Siemens, забрал себе. Что там еще-то у нас? Слушайте, так вот навскидку, блин, я и забыл, что у нас тут. У нас тут очень много промышленностей, очень много. Есть в черте города, есть за городом, но это все здесь, это все здесь. Так что работы тут вполне хватает для всех. Особенно для тех, кто привык работать, а не сидеть на социале. Вот такие дела, да. Слева по курсу у нас огромный торговый центр, Дунайский центр. Ему в этом году 51 год исполняется Дунайскому этому центру. Там ужасно много магазинов. Справа магазин мебели. Сейчас вот самое интересное, мы будем ехать по мосту через Дунай. Называется мост Нибелунгов. До 2003 года между этими мостами, посередине на дороге, ну у дороги, стоял, вы не поверите, орел. Огромная скульптура орла с раскрытыми крыльями. Это был именно тот нацистский орел, которого ставили в конце 30-х годов. И вот он, черт знает, сколько лет этот орел простоял здесь. Мост после того, как его совсем разрушили во время войны, его восстанавливали в 40-е годы. Потом в 50-е годы этот мост перестраивали. И этот орел, вот где мужики едят на велосипеде с зеленым рюкзаком, вот здесь вот на этом месте был такой постамент, и там был этот орел. Ну, естественно, он стоял, там надпись на этом орле уже была, мост Нибелунгов, а не Дойче Райх. Вот. И в 2002 году, когда начали обновлять мост, полностью сменили мост. Старый уничтожили, новый построили. Там глобальная такая стройка была. Орла привозили на баржах куски мостов, поднимали их тяжелыми кранами. Интересная стройка была, если за ней посмотреть. И вот потом этого орла убрали. Куда его убрали, фиг его знает. Его нет ни в одном музее. По крайней мере, может быть, где-то в архиве он и стоит, спрятанный. Но так вот, когда приходишь как посетитель в музей, этого орла там нет. Ну, я вот вам скажу, вот я сказал и вот повторяю, что это был именно тот орел, которого ставили в 30-е годы здесь на мостах. Сейчас мы заедем. Ну, мне нужно все равно поворачивать. Церковь Святой Сесилии. Фасад у нее очень классный, этой церкви. Вот, посмотрите сами. Вот, смотрите. Офигенно. Не знаю, смог показать, нет? Красиво, очень красиво. Такой готический стиль. Смотрится обалденно. Ой, дорожки перекрыты. Поехали дальше. Ну и, конечно же, о строительстве. У нас тут время от времени, особенно в прошлом году, было дофигища этих строек. Ну и сейчас. Я заблудился, ребята. Они, блин, перекрыли полностью всю дорогу. Ладно, выйдем с другой стороны. Вот такое бывает, да. Да. Еще буквально три дня назад здесь не было никакой стройки. Езди не хочу называется. Ну ладно. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Сейчас так и мы сделаем. Стройку мы сейчас эту просто-напсто объедем. И поедем дальше. Тут зона 30, поэтому разгоняться нафиг не надо. Штрафы такие, что... Ну и вот просто за парковку, если ты стоишь на парковке, но не заплатил за нее, тебе лепят штраф 25 евро. Если ты становишься там, где нельзя стоять, то этот штраф уже растет. Сумма что-то, по-моему, там около 50 евро. В местах, где запрещена парковка, штраф 75 евро. Вот такие вот делишки, да. А вот, кстати, да, поехала. Тесла поехала. Да, Тесла поехала. Дизельная с механикой. Как это? Илон Маск. Если брать Теслу, то только дизельную. И чтобы коробка передач была механическая. Люди не понимают, что вот эти вот машины, которые они покупают себе. Вот, допустим, вот в этой вот фигне. Тут один только аккумулятор 25 тысяч стоит. Его надо менять через каждые 6,5-7 лет. Это для условий тропических, в смысле, для Калифорнии и тому подобной ерунды. Здесь же, в Германии, с такими, блин, зимами, как у нас, температура минус 3, минус 5. Теслу ставят на зарядку, она не заряжается. Она не заряжается. Она просто использует электричество для подогрева аккумулятора. Чтобы он окончательно не сел. И здесь машина такая вот, во-первых, ее если арендовать, то она стоит в месяц, вот именно вот то, что сейчас стоит передо мной, она в месяц стоит полторы тысячи евро. Аренда этой машины. Это как вот лизинг у них называется. В лизинг там платишь, по-моему, какую-то сумму, то ли 6, то ли 7 тысяч, плюс ежемесячно ты платишь тоже вот такие вот сумасшедшие деньги. Потом, когда лизинг кончается, ты обязан заплатить за износ колес, за износ трансмиссий и так далее. Тоже сумасшедшую сумму. Проще уже купить нормальную хорошую машину за наличные или взять в кредит. А так вот, вот эти вот ребятки, которые здесь понакупали от этих Тесл, они просто сейчас еще не сталкивались. У нас же буквально вот 4-5 лет назад они начали постепенно появляться, эти Теслы. И после того, когда они стали появляться, да, они же стоят хороших денег. 80, 90, 100 тысяч. И ребята еще просто-напросто не столкнулись с тем, что нужно будет в этой вот машине, в такой вот машине, менять аккумулятор со временем. Ну что ж, желаем вам успехов, ребята, в замене аккумулятора. Может быть, тогда вы поймете, что Тесла, блин, точно так же, блин, портит воздух, как дизельная машина, а то и хуже. А стоит черт знает сколько дороже, блин. Поэтому проще взять или бензиновую, или дизельную машину. Так. Едем дальше, едем дальше. По правой стороне вот у нас болгарская церковь. Вот в парке стоит болгарская церковь у нас. Сейчас мы едем по мосту через железную дорогу. Проезжаем ЖД вокзал. Здесь вот, пожалуйста, еще один торговый центр. Огромный. Действительно огромный. А там он на горке, домики цветные, красные. Вот мне что интересно, вот, да, я заметил, кстати, я несколько раз ездил в Нюрнберг то на экскурсии, то в зоопарк, там, просто погулять. И вот что интересно, Нюрнберг выглядит как-то серо. Там в основном все здания или они серого цвета, или какие-то коричневатые, или как выгоревшая какая-то непонятно, блеклая, желтая краска такая. Любой район города, где бы не, где бы не проехался, не посмотрел, вот как-то вот он давит. Хотя там, в этом городе, нашего брата, ох, как дофига живет, блин. Я не знаю, чуть ли не четверть население Нюрнберга русские. Посмотрите, сейчас справа тротуар. Гладкий асфальт это дорожка для велосипедистов, плитка это пешеходная. Просто сейчас холодно и сегодня вообще-то рабочий день, но велосипедисты все равно ездят, все равно ездят. И это намного полезнее, намного выгоднее по средствам. Вон там он едет, вот на этой стороне вот едут велосипедисты, вот видно. Вот там еще едет. Это по средствам намного выгоднее, чем записаться в фитнес-центр, платить ежемесячно 30 или там 20 евро зависит от программы, которую ты себе выбираешь. Приезжать туда на машине, садиться там на велосипед и на велосипеде там на одном месте крутить педали. Люди бывают странные, что сделаешь. Так, почем у нас сегодня бензин? О, блин, а вот бензин у нас сегодня упал. Супер плюс сегодня стоит 2.12, а вот вчера стоил 2.35. Так что не все у нас так хреново, как вы считаете, как вам там рассказывают ваши телерепортеры в новостях и так далее. Да, ребята, да. Инфляция у нас есть. В любой стране она есть. Но она у нас не гиперинфляция. В конце прошлого года у нас была инфляция 10,5%. Сейчас она уже снизилась на 7,3. Это все-таки говорит о чем-то. Да. Ну, ладненько. Не буду отвлекать больше ваше внимание. Желаю вам всем удачи. Не болейте. Следите за своим здоровьем. Следите за обновлениями у нас на канале. Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться видео с друзьями, поставить лайк, оставить свой комментарий и будьте нам здоровы. Всем удачи. Пока.